Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 19, урок 19, Access number 3, упражнение номер 3. Что может рассказать о своей семье каждый из этих артистов нашего театра? Помоги им сделать это. Воспользуйся моделями. Я напомню, что обозначение каждого знака модели вы можете найти на второй странице учебника. Также сейчас мы кратко разберем, что же они обозначают. Первый знак, белый квадрат, это местоимение или действующее лицо. Кто? I. Именно это местоимение I мы будем использовать. Следующий знак – это глагол have good. Переводится как я имею или у меня есть. И еще один знак – черный квадрат. Это объект или качество. Объектом будут служить названия членов семьи. Например, эмады. Мама. Вторая модель точно такая же, но с использованием частицы нут. И теперь разберем рисунки. Так, на первом. Мы можем сказать, что у меня есть мама, но нет папы. По модели. И второе предложение отрицательное. У меня нет папы. Следующий рисунок. Есть мама и папа. Это был номер один. Второе. Отрицательной частицы здесь не будет. И третье предложение. Смотрим на третий рисунок. Есть бабушка и дедушка, но нет родителей. мы скажем I have got a grandmother and a grandfather и отрицательная часть. У меня нет мамы или папы. I have not got a mother и отрицательная часть. У меня нет папы. У меня нет папы. У меня нет папы. У меня нет папы. И третий рисунок. I have got a grandmother and a grandfather. I have not got a mother or a father. У меня есть бабушка и дедушка. У меня нет мамы или папы. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.